Сколько лет, сколько лет, где тебя носила? Живое исполнение песен советского кинематографа в городском общественном транспорте звучит впервые. Эта уникальная акция подключена предстоящим землетным годовым играм, которые стартуют на курорте 6 июля. Вот так жители Сочи показали, что наш город не только уродный, гостеприимный, но еще и поющий. Тексты песен на рекламных экранах в автобусах, курсирующих по центральному району города, появлялись через каждые 25 минут. Поэтому, когда начинала звучать фонограмма и кто-то подхватывал знакомый мотив, для многих пассажиров это было приятным сюрпризом. Как-то неожиданно все получилось. Я сел в этот транспорт, еду по своим делам и смотрю, начали запивать. Я вообще офигел. Очень классно. Очень реально классно получилось. Патриотизм такой прям. Хорошее настроение сегодня было обеспечено и водителем автобусов, принимавшим участие в акции дорожного караоке. За 10 лет работы Анатолий Амазов привык сам развлекать пассажиров, включая магнитолу. А тут все наоборот. Такой вокальный флешмоб не только поднимает настроение, но и показывает, что петь может каждый. Главное желание и соответствующий настрой. В Сочи, наверное, все готово для проведения хоровых игр, потому что здесь люди поют, здесь все улыбчивые. Сейчас мы готовим несколько флешмобов, но это за занавесом, так сказать. Потом все увидите. Кстати, в преддверии караоке-акции на автобусах и маршрутных такси появились хэштеги вокальной эстафеты «Душа поет». Принять в ней участие может каждый, у кого есть профиль в Инстаграме. Для этого необходимо записать видео с песней и выложить на своей странице с официальными хэштегами вокального чемпионата. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.